Этот пёс завсегдатый из здешних мест. Пуля попала ему в область носа. Пострадавшего спрятали от людских глаз, боясь, что его добьют. Катя обработала рану перекисью водорода, а как ещё помочь, не знает. Говорит, лишних денег на услуги ветеринарной службы ни у кого нет. То, что случилось, ужасно, считает она. Они, можно сказать, никого не кусают вообще, спокойно себя ведут. Ну их, конечно, много, да, я не спорю, но никому не мешают. О случившемся Катя узнала от соседки. Она рассказала, что накануне днём к дому подъехал чёрный джип с тонированными стёклами. Из него показалось дуло пневматического ружья. Пули попали к двух собак. Одна убежала. А для этого пса ранение, похоже, оказалось слишком тяжёлым. Сегодня они стреляют в собак, завтра люди будут стрелять. Мы отвезли раненого к ветеринару Александру Гришину. Он лечит животных у себя дома. Наркоз уже сделан. Пока пёс будет спать, врач зашлёт ему кожу, обработает рот. Рана не тяжёлая, говорит Александр Михайлович. Пёс молодой. Вот этому псу где-то до года возраст. То есть такие восстанавливаются очень быстро. Костная ткань зарастёт. Ну дыхание, может быть, будет ещё там тяжёлое, сохраняться. А так нет. Живёт как на собаке. Живёт как на собаке. Отловом бродячих животных в Солнечногорском районе занимается муниципальное унитарное предприятие «Менделеево-сервис». Мы выяснили, что его работники стреляют в собак не пулями, а шприцами с усыпляющим веществом. И сразу забирают. В данном же случае, считает ветеринар Александр Гришин, кто-то решил таким образом развлечься. Ветеринар сообщил, что на следующий день четвероногий пациент пошёл на поправку. Но начал вести себя неадекватно. Проявлял агрессию. Сам не бросается, но подходить к нему не стоит. Врач вывез собаку в малолюдное место. Он говорит, что её поведение вызвано страхом после происшедшего. В Тимонова. Травмательская ампутация у нас.